Всем привет, как меня слышно, слышно меня нет? Доброе утро, я вижу у нас новички, да, приятно познакомиться. Меня зовут Громанчук Надежда, мне 28 лет. Сегодня я беру планерку. Слышно, отлично. Так, тема сегодняшней планерки, цель моего приходит в компанию Арифлейм. Наверняка у каждого из нас есть какие-то свои мечты, цели, да, потому что иначе мы бы не пришли в компанию, не начали бы работать, не начали бы осуществлять свои мечты, да. Нет слайдов. Если у вас нет цели в жизни, то придется работать на того, у кого она есть. То есть, если вы сами не будете над собой работать, то, естественно, придется работать на кого-то другого. Если вы хотите сами, если вы хотите сами чего-то достичь, придется немножко попотеть, так скажем, да. Для того, чтобы наши мечты стали реальными, необходимо преобразовать ее в цель. Необходимо желание и стремление идти и покорять вершины, да. Хотелось бы сказать так. Мечтайте и никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей целью. Стремление к чему-то, желанию. Даже если вам придется долго ждать, не думайте, что у вас напрасно. У достойных людей мечты всегда сбываются. То есть, если мы будем просто мечтать и ничего не делать, то, естественно, наши мечты останутся где-то так мечтами и останутся. Давайте наши мечты преобразуем в цели и будем двигаться по направлению к этой цели, к достижению своей мечты, цели. И тогда мы станем успешными и добьемся желаемого. Что касается меня, то я пришла на проект. Это в первую очередь, как и у всех, это растущий доход. Ну, не секрет, наверное, то, что все мы живем и работаем ради дохода, да. А деньги, это на данный момент в наше время, это такой фактор главный, да. Почему именно пришла на проект я в Арифуин? И почему именно интернет-проект, да? Я мама двоих детишек и на данный момент я не работаю. Ну, а в связи с этим мне нужен такой график работы, с которым я могла бы работать, да. Поэтому проект позволяет совмещать семью, все свои какие-то желания и работать в любое удобное время. То есть свободный график. Также охота хочется, как и все, наверное, желают путешествовать. Путешествия за счет компании. Почему бы и нет, да? Карьерный рост. Все хотят достичь, быть значимым. Признание иметь, карьеру иметь. Почему бы ее не совмещать с проектом, сидя дома, в любом месте. Интернет у нас везде есть, и можно работать в любом месте. Пассивный доход и достойная пенсия. Пассивный доход. То есть все знают, что необходимо сначала поработать, заработать себе на жизнь, а потом можно спокойно уже отдыхать и не думать о том, что не будет денег, не будет какой-то стабильности, да. Как и все мамочки, наверное, да, все желают счастья своим детям, чтобы дети ни в чем не нуждались и были обеспечены, да. Поэтому передача бизнеса по наследству. Проект, данный проект нам помогает осуществить эту цель, мечту. Также человек состоит 80% из воды. Но если у человека нет мечты и желаний и целей в жизни, это всего лишь вертикальная лужа. То есть если вы будете сидеть на месте и ни к чему не двигаться и ничего не делать, то так и будете сидеть в луже, так скажем. Что нам нужно для того, чтобы все наши мечты, все наши цели осуществлялись, нам необходимо работать, да. В нашем проекте это рекрутинг, это у нас постоянное создание команды, товарооборота, да. Это главная наша цель проекта, да. А также, что важнее всего, это все и одновременно. То есть те, я вот смотрю, у нас в комнате новички, да, есть. То есть те, кто пришел на проект недавно, им необходимо будет обучение. То есть если вы сами не научитесь, вы не сможете обучать свою команду, своих людей работать, да. То есть без обучения нет лидерства. Если вы не построите свою команду, значит у вас нет роста. Я на проекте 3 месяца, да. За эти 3 месяца я поняла, что... За эти 3 месяца я поняла, что команда на самом деле у нас имеет первую такую главную роль, да. То есть без команды мы, в принципе, будем стоять на одном месте и дальше мы не продвинемся. Также нам необходимо создавать товарооборот. Это без личного заказа, нет доходов. То есть так как на любой компании есть планы, их необходимо выполнять. В принципе, ничего сложного. Если всему придерживаться, то можно добиться быстро своих целей. Вот лично я знаю свои слабые стороны, да. Ну я думаю, что все, наверное, знают и все стремятся их исправить и стремятся себя изменить. То есть на данном этапе я сейчас стараюсь тоже изменить, стараюсь больше работать. Но я также знаю, что я где-то могу себя пожалеть. Пожалеть, думаю, ну ладно, может завтра сделаю, да. Но не стоит откладывать все на завтра. То, что можно сделать сегодня. То есть никогда не останавливаться и делать до победного, пока это не получится. Также, как бы, никогда не стоит никого слушать. Потому что у каждого человека есть свое мнение. И однажды кто-то, может, начал и не закончил свое дело. И поэтому ему кажется, что весь бизнес, вся суть бизнеса где-то в интернете или на работе, если они не выполняют, то значит это все, да, есть такое, значит это все, как сказать, все провально, да. То есть нечего здесь делать. Если у меня не получилось, значит ни у кого не получится. Нет, это не так. Посмотрим на наших также лидеров, которые добились своих успехов, добились своего дохода, путешествий. Добились они за счет того, что работали над собой, работали в команде. И поэтому на данный момент большинство из нас уже, как бы, имеет стабильный заработок, да. Также для того, чтобы быть уверенным, нужно поработать над собой, над своей уверенностью. Если у вас есть мечта, то нужно бежать к ней. Но если у вас не получается, то пора надо идти. А если не получается идти, то нужно ползти. То есть рано или поздно вы добьетесь того, с чего вы задумали. И если вы не будете никаких усилий прикладывать к этому, то, естественно, ничего не получится. Я всем желаю, чтобы все верили в себя, чтобы все проанализировали свои сильные стороны, слабые стороны. Исправили свое положение, исправили свои мысли в голове. Это, наверное, посмотрели всех спикеров, посмотрели презентации, семинары, вебинары, почитали книги. Закончили школу, обучающую школу на проекте. И продолжали работать и не останавливались ни перед чем. Верьте в себя и не останавливайтесь. Идите вперед. Желаю всем успехов. А как я делаю ЛТО? Как я делаю ЛТО? Я отправляю Е-каталоги своим знакомым. Также я беру каталоги. Я заказываю сразу 5 каталогов. Я вошла в пример клуб. Но клуб у меня сейчас их 8. Я иду к знакомым. Я много не обхожу, потому что у меня нет возможности много проводить времени за раздачу каталогов и проведение личных бесед. С кем-то я, конечно, остаюсь. Мы смотрим каталог, выбираем все, что надо. Оставляю знакомым где-то в магазине. Отвожу где-то их, оставляю. Потом собираю. Собираю заказы. Даю другим заказы. Буквально 2 недели и я могу собрать этот заказ. Если мне не хватает, то я добираю там то, что мне надо. Потому что все заканчивается рано или поздно. И все необходимое нужно покупать. Товары у нас необходимы, поэтому... Бегом раздаю. Бегом раздаю, но я не в том положении, чтобы бегать. Поэтому приходится выкручиваться. И, в принципе, пока получается, пока довольна результатами. Пытаемся настроить ЛТО на более высокие уровни. У кого нет ЛТО, но стремится его сделать. У всех есть, я думаю, родственники, есть подружки, которым также можно отправить те каталоги. Можно пройти к тете, к дяде, к бабушке, к дедушке, к подружкам, показать каталоги. И все. Ну да, мало работают, мало... Блин, я вообще просто живу сама в поселке. И поселок, сами понимаете, не город. У меня нет высоких строений, чтобы подъезду раскидывать, как многие это делают, чтобы быстро собирать. То есть вышла, собрала и все. Сколько человек? Человек 10-15 примерно смотрит каталоги. Ну, я 3 недели, я недели 2 собираю заказ. Да, говорите, что хорошая продукция, сами пользуйтесь. Чтобы показать, рассказать о продукции, нужно знать о продукции. Поэтому необходимо посмотреть семинары, обучающие ролики, посмотреть, как правильно пользоваться продукцией. И... Пробники, пробники. В этом каталоге я планирую раздать пробники. Как бы... Еще не раздавала пробники. Пока набирала заказ, поэтому не было необходимости раздавать. Но сейчас, в предыдущем каталоге я сделала подарочки всем, кто сделал заказы на любую сумму. Пусть это 100 рублей, пусть это там 1000 рублей, 500 рублей. Всем подарила небольшие крема, крем для рук. Кремер Куби он был. Заказала крема, подарила. Всем очень приятно, все очень довольны. В этот раз я планирую раздать пробники. Все, кто совершал заказы. Мелочь, но приятно. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем у всех будут свои личные заказы, будет хороший товарооборот. И тогда наши цели мы точно... Нет, скидки я не делаю. Скидки я не делаю. Почему? Потому что посмотрела я наши семинары, вебинары и прислушивалась и решила, что это лишние скидки делать. Те, кто попробует, кто узнает качество продукта, он будет и без скидки делать. Самой мал. Александр. Самой мал. Главное, что внимание, подарки, личное общение. Все готово. Если будет что-то не получаться, то где-то уже посмотрим. Ваша шажет. Ну что, наверное, я подняла вам настроение. Вы маленько проанализируете свои действия, проанализируете себя, поставите себе цели и будете идти к этой цели. И будете не отступать от нее. Все, что мы делаем, мы делаем для себя. За нас это никто не сделает. Все в нашей голове. И поэтому команда работает и всем хорошо будет. В первую очередь, самому себе. Я вышла на 6%, но благодаря команде, своему личному товарообороту и всей команде. Так, какие планы на год? Ну, выйти на постоянный доход. Я знаю, что я сейчас медленно, может, работаю, может, у меня нечем похвастаться особо, но рекрутируем. Были регистрации, что не радует. То есть, наоборот, что это очень радует. И поэтому каждой победе мы радуемся. Каждое действие у нас приближает к успеху. И поэтому всем желаю стать побыстрее директором, выйти на постоянный пассивный доход, не останавливаться на своих достижениях и всем стать успешными. Всем за рекрутинг, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok